и сегодня у нас подготовка как видите расчерчены у меня грядки полностью я буду сажать озимый чеснок как я сажаю как я применяю методы меня есть ролики если кому интересно посмотрите но сегодня у нас будет речь совсем о другом я сегодня хочу вам поведать свою историю о том как я сажала чеснок целыми головками вот здесь была у меня грядка с чесноком на место этой грядки я посадила клубнику приходилось ли вам наблюдать такую картину выкопали чеснок но естественно оборвалось там и вырос вот такой куст вот так вот видите для примера просто выкопаем тяжело сидит на следующий год она бы дала мне полностью вот смотрите сколько вот 1 2 3 4 5 6 7 8 8 дала бы полноценных мне головок но они крупными вырастать не будут естественно они будут среднего размера и на вкусовые качества они тоже конечно повлияют чтобы посадить целыми головками конечно лучше выбирать вот такой или двух зубок вот такой или же или же три вот таких зубка вот как у меня вот такие головки есть такие большие есть и шесть головки ну вот они такие вот огромные что я делаю я беру донс освобождаю и между ними смотрю какие лучше сделать зубки оставить или же вот эти вот два трети звук а эти два убрать мне вот этот лучший хороший звук и оставляю этот оставляю этот маленький я его тихонечко здесь просто удаляю подцепливаю аккуратненько и удаляю он хорошо удаляется я освобождаю место для вот этих вот они подвинутся и будут расти потом целой головкой ну естественно я конечно удалю же и этот все остается у меня три головки они дадут место развиться этим двоим и вырастут целенаправленные хорошие головки чеснока проделывала и получала хороший отменный если же вы хотите целыми такими головками они вырастут к меня вот 66 выйдет стволов тогда когда он вырастет уже большой где-то сантиметров уже 5-10 будет тогда вот эту стрелочку можно распределить посмотреть если 6 вырезал значит можно их две просто убрать эту или эту просто выкрутить стрелки чеснока все а этим будет место для развития полноценной головки ну что будем экспериментировать с моим методом и просто головки садить вот такие целиком мы их выбросаем в залу хорошенько а потом солевой раствор на 2 литра воды одну столовую ложку соли держать здесь 15 минут ну что будем экспериментировать посмотрим как они вырастут в следующем году и будем уже потом смотреть для посадки нашего чеснок головками я выбрала место возле молодой вот яблонки молоденькая и вокруг кроны я буду сажать здесь чеснок я думаю хорошее условие будет будем подкармливать этот чеснок здесь посыпаем залой хорошо лунки вот таким конусом чтобы наша головка чеснока развивалась хорошо и расстояние я вот так делаю на уровне вот этого вот этой лунки делаю такой эксперимент 8 луночек я сажаю своим методом вот так вот раздвоение чесночной этой луковицы и 8 вот так вот целиком что у нас получится это следующий год нам покажет и чуть-чуть посадили и чуть-чуть придавили посадили мы вот так вот по кругу и прикрываем сейчас мы это покрошкой у кого есть но у нас есть чернозем перегнивший поэтому мы будем укрывать компостом вот смотрите сколько сколько живности вот она вон сколько червяков вот и будут работать здесь хорошо так я посадку свою закончила замульчировала вот рожа еще вырастет здесь вокруг это тоже хорошая будет подкормочка для нашего чеснока и яблонки а весной конечно я кругом этого ствола и крыжовника этого я посажу здесь капусту это хороший предшественник для нашего чеснока я не буду соседствовать даже и прекрасно можно и томаты посадить ну весна придет посмотрим и посмотрим также когда уже наступит заморозки конечно сейчас еще пока рож будет наша расти а когда наступит заморозки я прикрою вот кукурузными вот этими вот ботвой кукурузной